Спасатели коми провели показательное учение. Какие опасности, это и тонкий лед, как выбраться из ледяной воды и какие методы спасения на вооружении МЧС. Вспомнили прошлогоднюю трагедию. Тогда на месте нынешних учений утонул мальчик. Виктор Прокушев еще раз призвал всех быть бдительными на воде. Такая прогулка по льду при неправильном поведении грозит серьезными последствиями. Неловкое движение и окажись один на один со стихией будет уместна поговорка. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Помогите! В специальном гидрокостюме барахтаться в ледяной воде можно весьма долго. Поэтому в нашем случае человеку ничего не угрожает. Его успеют спасти. В любом случае теплоотдача есть, потом переохлаждение получишь. Ну, как на выживаемость, часа два. Кроме стандартных средств спасения, вот, например, как этот спасательный круг на вооружении, у спасателей есть и своеобразные нововведения. И о них сейчас нам расскажет Александр. Здравствуйте! Вот что у вас в руках сейчас? Здравствуйте! Это пневмоимпульсное устройство, называется «Филин-2». Работает оно на сжатом воздухе. Это предназначено для досылки линия. Линь – это вот, называется, веревочка, удерживает 200 килограмм нагрузки для подачи пострадавшему. Работает она таким образом. В ствол вставляется картридж. В нем находится 100 метров линия. Вставляется в картридж. Посылается пострадавшему. Он берет эту линь и таким образом мы вытаскиваем его уже на берег. Спасатели говорят, лучше предупредить, чем исправлять последствия. Так жители соседнего Заречья еще помнят, как в прошлом году на этом месте произошла жуткая трагедия. Двое детей играли близ водоема и провалились под лед. Вот только одного чудом прибило к берегу, а второго утащило под лед. Ребенка спасти не удалось. 20 лет назад я сам работал над лазом. Именно на этой же реке. Ну, наверное, предчувствую. Тело 11-летнего мальчика нашли только на следующий день. Его вытащил из воды собственный отец, сам бывший спасатель-подводник. Именно поэтому этой весной акцент спасатели делают на подрастающее поколение. Мы хотели детям показать все-таки, что лед в данный момент небезопасен. И в крайних случаях провала, как необходимо действовать и как будут действовать спасатели. Учения закончены, но оборудование спасателей далеко не убирают. Поступило сообщение, на льдине застрял рыбак, а значит, снова за работу. Виктор Прокушев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.